Как пистолет Маузер превратился в пистолет-пулемет. В 30-е годы Бразилия закупила у Германии пять сотен пистолетов Маузер М712, известных как Чнельфюр. Особенностью этой модели была возможность ведения автоматического огня с темпом 850-900 выстрелов в минуту, а также съемный магазин, вмещавший до 20 патронов. Своего рода эта модификация была ответом на появившиеся в Испании автоматические модели от компании Astra. Все 500 Маузеров попали в подразделения военной полиции. Понимая, что при такой эргономике пистолета и высокой скорострельность управляемость страдает, бразильцы решили улучшить конструкцию. Причем переделкой занялись лишь в 1970 году, вероятно, часть пистолетов лежала на хранении. Мастером-оружейником был Дженера Дамау Ароя из Рио-де-Жанейро. Его модификация получила название ПАСАМ, в котором зашифровано автоматический и полуавтоматический пистолет Маузер, хотя назвать это можно уже пистолетом-кулеметом. Внутренние механизмы остались теми же, но рама пистолета была дополнена кожухом, размещенным вдоль подвижного ствола, не касаясь его, а к кожуху была добавлена рукоять. При прикрепленной к обуре прикладе устойчивость при стрельбе значительно повышалась. Такой переделке подверглась сотне пистолетов. Через некоторое время Ароя подверг модификации еще 89 маузеров. В принципе, ничего принципиально нового он уже не сделал, просто несколько изменил форму передней рукояти и основной рукояти управления. К последней в качестве приклада крепилась уже не к обура, а был добавлен складной плечевой упор. Пожалуй, не хватало лишь замедлителя. На одной из модификаций от компании Astra, например, он был установлен на рукояти. Обе бразильские модификации стояли на вооружении военной полиции, по крайней мере до 1980-х годов, после чего от них отказались в пользу более современных пистолетов-пулеметов. Друзья, если вам понравился данный выпуск, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии под видео, это мне помогает совершенствовать свой канал и находить более подходящую для вас информацию.